Привет дорогие друзья аудиофилы! Сегодня у нас на обзоре вот такие вот интересные по-настоящему игровые и кинотеатральные наушники от компании TRN. Наушники называется TRN Mars. Сегодня мы поговорим о них и не только поговорим, но еще и потестируем в играх и кино. Ну и как обычно по традиции комплект наушников распаковка. Коробка наушников имеет с виду более геймерскую стилистику, нежели аудиофильскую. Но в принципе это не уявительно, ведь наушники позиционируются как игровые. На обратной стороне изображена конструкция наушников. Один вибродинамик, один динамический динамик и один арматурный драйвер. Ну и под внешней кожурой скрывается еще одна коробочка с тисненным рисунком наушника. Что под капотом друзья мои? А под капотом TRN! Какая красота! Ты посмотри только! Ты только глянь какая прелесть! Ой да ты моя китайская зая! Я сейчас расплачусь! Ты посмотри что он сделал! Ты посмотри какую комплектацию богатейшую положил! В наушниках за десятку такой комплектухи нет как здесь! Я серьезно! Вы только гляньте! ТРН коннектор! Сменный коннектор, который можно менять. Здесь изначально идет кабель медный и посеребряный, который можно менять на балансный. Здесь коннектор, который просто можно докупить отдельно и менять на балансный. На два с половиной, на три с половиной. Это просто прелесть какая-то! У меня кстати есть балансный коннектор от ТРН, как в принципе балансный кабель. Тут один шнур этот, если что, стоит в районе косаря, если не больше. Один только шнур. Ты посмотри какая прелесть, а! Ну и какие зайки! Ну ты вообще ты! Ну ля-ля какие! Ты посмотри какие глянь! Ай! Блять! Кабель просто потрясающий! Я еще и два метра заказал! Я сам заказывал! Два метра кабель! Ты посмотри амбишуры, силиконовые липочки! Вот эти прелесть! Ай! Я уже влюблен в эти наушники! Мне кажется они не столько игровые, сколько музыкальные! Хочется в это верить! А металлический... Да, холодный металлический корпус! Фэйсплейт называется или как это называют обзорчики наушников! Гейминг-кайр-фонс! Прям даже надпись такая здесь! Вот ее четенько видно! Гейминг-кайр-фонс! Там динамик видно, который звук издает! Там вибродинамик стоит у задней крышки! Арматура в звуководе стоит! Ее видно тоже! Да моя ты прелесть! Ты положил! Ты смотри какой ТРН! Там молодцы какие! Положили черные силикошечки! Ну это обычные силикончики музыкальные! Положили две пенки для слишком чувствительных ушек! Ой! Ой! И положили вот эти липочки! Просто потрясающие амбишурки! Потом здесь еще микрофон гибкий, который мы обязательно в играх протестируем! Я поговорю на него, запишу, что как дела обстоят! Вот он, значит, такой микрофон с таким коннектором! Дальше идет вот такой переходник! Это не дешевый тоже переходник! У них рублей 800 он отдельно стоит! Такой ТРН-овский витой плетеный кабель! Резиновый причем в обмотке в такой! Это тоже не дешман! Это тоже все денег прилично стоит! Дальше идет вот такой переходник в ПК! Вставляем его! Вставляем вот это вот в него! Вставляем Type-C! Сюда уже подключаем наушники! Можно отдельно в телефон через Type-C включать, чтобы микрофон работал! Короче, они все продумали! Больше всего меня поражает комплект амбишур, проводов! Вот это все! Это лучшее! Это реально просто лучшая комплектация, которую я встречал! Это обалденно на самом деле! Тут меня не столько наушники интересуют! Сколько вообще вот эта комплектуха! Сейчас, естественно, все это буду тестировать! И на телефоне потестируем! И на ПК в играх потестируем! Будет очень интересно, я думаю! Ну и мне, конечно, хочется узнать, какого качества здесь будет микрофон! Потому что микрофон в наушниках это всегда самое слабое звено! Комплектация богатейшая! Я удивлен, не то слово! Я думал, придет просто обычный кабелек! Обычный микрофончик! И, в принципе, все! Ну, тут и амбишур, ну, просто пачечка! Ну, тут прям и филикончики тебе, и пенки, и все! Тут комплектации реально в районе, там, трех тысяч рублей комплектухи только! Наушники играют от 20 Гц до 20 кГц! То есть, стандартная такая АЧХшечка у них! Но я их замерял! У них динамика еле-еле колеблется, практически никак не ощутимо на 20 Гц! На 25 чуть увереннее! И на 30 уже довольно уверенно они играют! Так что можно сказать, что от 20 Гц, конечно, они подают признаки жизни! Но, в действительности, услышать где-то в музыке вы их, наверное, сможете от 30 Гц, пожалуй! Вот такая вот частоточка у них! По поводу музыкального воспроизведения! Наушники очень просторные! Звучат очень пространственно, очень воздушные! У них есть вот этот вот воздух! Приятно послушать! У них там широко все это ощущается! Нет какой-то запертости! Есть ощущение, что это полуоткрытые! А наушники прям... Это ярко чувствуется! Хотя наушники полностью закрыты! Также у них есть легкий намек на сибилитивность! То есть, в некоторых треках иногда ощущается... Вот еще чуть-чуть и сорвутся в сибилянты! Вот еще чуть-чуть и они начнут так... Бывают у них пики неприятные! Проскакивают! Это лечится амбишурами! Здесь сейчас стоят силиконовые амбишуры, которые идут больше баса! Но также в комплекте идут, как вы видите, пенные амбишуры! Их можно поставить сюда! И они полностью убирают весь намек на сибилитивность! То есть, они начинают по верхам играть прям, ну... Приятно без всяких вообще резких пиков! Равномерность АЧХ в этих наушниках без провалов! Замерял тестовым диском! Полностью везде аплодисменты отхлопали! Нигде это не было похоже на падающий дождь, на какие-то капли! Это везде четкое позиционирование аплодисментов в пространстве! И четко слышно, что это аплодисменты! Так что за равномерность АЧХ в этих наушниках беспокоиться точно не стоит! А что по верхам? Хвосты тарелочек чувствуются продолжительными такими! Слегка зернистенькими! Хотелось бы чуть побольше разрешения вот именно в хвостах тарелок! Но неплохо! Слегка зернистые и довольно длинненькие! То есть вот гибридная конструкция наушников, тут же арматурный драйвер, он и дает вот эту самую продолжительность и шершавость тарелочек! Также перкуссионные инструменты какие-то, они прям тонально правильно выражены! То есть ты вот слушаешь перкуссию, вот этот маракас какой-нибудь и ты слышишь, что это четко маракас! Что в нем внутри что-то содержится и оно бьется о стенки! У некоторых наушников, к сожалению, бывает иначе! Ты слушаешь наушники какие-то и ты слышишь вместо шипения этого маракаса, как это правильно сказать, вместо тряски этого маракаса, ты слышишь какое-нибудь змеиное шипение! Что-то такое! А здесь прямо четко слышно, как внутри маракаса перемещаются вот эти вот... Чем он там гречкой набит этот маракас? Ну вот короче слышно, как эта гречка внутри этого маракаса перемещается! Это прямо тонально правильно! Выверенно настроенные наушники! Сцена у наушников широкая! То есть ты когда одел, слушаешь... Допустим вот про музыку если... Прямо довольно широко они играют, очень приятно! Но вглубь они строят где-то вот средняя у них продолжительность! Эшелонирование вот этого вот музыкального вперед уходит, она где-то посередине стоит! Нельзя сказать, что они далеко пробивают и там могут выстроить какую-то глобальную сцену, особенно на концертных площадках! Нет! Они... Ну и не вблизь играют! То есть они играют приемлемо! В середину выстраивают вглубь сцены! Но, к сожалению, в музыке все портит гулкий бас! Здесь же встроены вибрационные динамики! И этот бас, он превращается... На некоторых треках он превращается в гудеж, в бубнеж, в гул какой-то! И все инструменты слышны, голос слышен, но вот этот бас он все портит! Это все-таки наушники не для музыки! Конечно, есть какие-то определенные треки, на которых этого незаметно и треки отыгрывают хорошо! Но в большинстве треков этот бас он прям все забивает! Все поглощающие! Потому что наушники для игр и кино! Все-таки! Музыку можно послушать! Но без особого удовольствия! Но кино и игры! Вот это вот их конек! Это прям отдельная история! В кино очень ярко чувствуется вот этот 3D эффект! Наушники дают просто потрясающий! У меня сколько было наушников! И есть! И всякие хай-фай, если можно так сказать, высококлассные наушники! Но они такого эффекта не дают! Эти, благодаря вот вибрационным динамикам, они создают ощущение, что ты сидишь в кинотеатре! Где-то в середине зала ты сидишь! Большой-большой кинотеатральный зал! И вот со всех сторон лупят вот эти огромные сабвуферы, колонки! Вот этот гул, все грохот наполняет весь зал! И вот здесь это самый эффект есть! В наушниках такого нет! Ты просто кино смотришь, там басик какой-то там все гудит, все пердит! Ты слушаешь, смотришь приятно! Но в этих наушниках у тебя прямо создается четкое ощущение кинозала! Когда вот по нарастающей бас волной катит! Озвучка главная! Вот в наушниках тоже слышишь голоса персонажей, голоса героев! А здесь как в кинотеатре! Как из больших колонок на тебя они все говорят! Это прикольно! Я вином включил! И первый вином и второй прокрутил на перемотке так и... В каких-то моментах, где глобальные какие-то события происходят! Вот эти вот экшен весь! И там все грохает! И там все трясется! И в этих наушниках вибрациях это все! И ты ощущаешь 3D эффект! Как будто ты в кинотеатре в зале сел, сидишь, пердишь и смотришь! Прям создается впечатление! Еще Дом летающих кинжалов! Есть интересный фильм! Когда-то давным-давно мы продавали его на DVD! Этот фильм! И там есть сцена, где баба бежит по лесу! А в нее мечут кинжал и копья! И барабаны! Она снимает с себя какой-то шарф! Или пояс снимает! И начинает этим поясом бить по барабанам! Барабаны вокруг нее расположены! И она им бьет! И он возвращается как кнут к ней этот шарф! Или пояс там! И она танцует и лупит по этим барабанам! И у меня есть тестовый трек из этого фильма! И вот это вот ощущение, что ты рядом с этой бабой стоишь! И вокруг тебя вот это все барабаны! Вот этот тын-тын! Она херачит! У меня мурашки по коже! Я такой! Да ну это очень прикольно! Охренеть! Короче, я прямо вот эффект вау! На них испытал! И на этих барабанах я прям заулыбался! Как на веноме не улыбался! То есть фильм-то я смотрел типа! Вау! Эффект! Я такой сижу! Нихрена прикольно! Как в кинотеатре! Ну и когда она стала по барабану пить! Если этот фильм пересмотреть! Это просто! Это просто шедевр будет! Прям до мурашек! Вот я рассказываю и опять! Они реально могут погрузить! Вот этот вот 3D эффект! Это что-то обалденное! Вот друзья! У меня подключен микрофон! Вы можете слышать как сейчас! Собственно передается звук! Ну понятно, что не профессиональный микрофон! Но все же! Производителем он позиционируется как очень хороший и качественный! Ощущается масштаб! Я слышу как он идет! Прямо издалека слышно как он шел сюда! Каждый его шаг слышен! Четко слышно перемещение этого шакала! Фашистского! Прямо очень четко слышно что он шагами топает своими! Слышно как тот пошел! То есть наушники великолепно позиционирование дают! Ощущается объем! Есть масштаб! Птица спорхнула! Слышно! Птица спорхнула! Слышно птица спорхнула! Смотрите! И оттуда! Оттуда! Слышны его шаги! Позиционирование у наушников прекрасное! Так что можете смело играть в обновленную контру! Вам будет явно очень хорошо слышно соперника! Что можно в итоге сказать про эти наушники? Наушники мне однозначно понравились! Но понравились исключительно для игр и просмотра фильмов! Для музыки я все таки считаю что эти наушники мало пригодны! Конечно! Можно в играх слушать саундтреки и это будет вполне нормально для игр! Но чтобы аудиофильски сидеть, выслушивать нюансы, вокал и все остальное нет! Это все таки наушники прежде всего для игр и музыки! Я вот так подумал! У меня сейчас на компе нет этой игры! Но я помню как она звучала в хороших дорогих наушниках! Это Ведьмак 3! Там во время путешествия по открытым локациям, по огромному ведьмачьему миру! Огромный открытый мир! Иногда в путешествиях начинает играть какая-то музыка! Красивая! И я помню что на одних наушниках я не слышал ничего прикольного в этой музыке! Надев другие хорошие полноценные ушки, там был слышен низкий раскатистый бас! Играет мелодия какая-то нежная и на этом фоне такой-то огромный-огромный барабан такой ТУМ! Делает там раз в 30 секунд! ТУМ! И это по всей карте, по всей локации разносится! Но всегда как-то не хватало вот какой-то объема масштабности вот этому звуку! Я думаю что эти наушники, даже уверен, что эти наушники будут гораздо лучше отыгрывать окружающий открытый мир! Именно для этого они и нужны! Потому что когда ты смотришь какое-то кино, то создается впечатление огромного масштаба! В игре вот опять тоже чувствуется окружающий мир шире гораздо! И ты слышишь всякие нюансы на очень большом расстоянии слышишь их! То есть в отличии даже от просто хороших наушников, просто масштабность и объем дают! Детализацию и позиционирование хорошее! То есть они действительно постарались и сделали отличные наушники для кино и игр! Но они не уточняют, что это наушники для кино! Это игровые наушники! TRN Mars! Но для кино это просто великолепно! Потрясающе! Мне очень понравилось! И я фильмы-то не смотрю практически, но вот Дом летающих кинжалов в них, я думаю, стоит пересмотреть! Классно! Мне понравились и, собственно, я могу рекомендовать их для геймеров, пожалуй! И для тех, кто любит кино глянуть! Вот для этих людей, да! Для музыки, ребят, выбирайте что-то другое! Спрашивайте в комментариях! Отвечь по поводу этих наушников! Микрофон вы слышали какой? Общаться можно! Я знаю, уже проверял его, тестировал! Ничего выдающегося! Но, в принципе, тиммейты ваши вас без слез смогут услышать! Нормально! Все-таки хорошие наушники для музыки это хорошо! Но вот играть в игры и смотреть фильмы лучше, пожалуй, все-таки в предназначенных именно для этого наушниках! Поэтому ссылочка будет на эти наушники в описании! С вами был Роман ДВД! Всем пока, пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok